МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основными направлениями деятельности курорт-экспертизы является повышение привлекательности курортов Краснодарского края за счет повышения качества и безопасности оказываемых услуг. Мы слышим качество и безопасность, они идут все время параллельно. Качество обеспечивается материально-технической базой средств размещения, квалификацией персонала, ценой услуг, но и безопасность играет немаловажную роль в этом. Курорт-экспертиза занимается классификацией объектов туру индустрии, это гостиницы и иные средства размещения, классификацией пляжей, классификацией горнолыжных трасс, а также сертификацией санаторно-курортных услуг, такие как проживание, общественное питание, услуги физкультуры и спорта и туристские услуги. То есть наш отдых, качество нашего отдыха во многом зависит от того, как сработают ваши эксперты? И добропорядочность средств размещения, которые оказывают эти услуги. Само собой. Качество и безопасность – два главных критерия, которые, насколько я понимаю, динамично развиваются и время вносят в эти понятия свои коррективы. Какие коррективы вносит время? В настоящее время, с 2017 года, на территории Краснодарского края действует обязательная классификация гостиниц и иных средств размещения. Под иными средствами размещения понимаются и санатории, и гостевые дома, и мини-отели, и даже хостелы. Поэтому в соответствии со статьей 36 Федерального закона 108-го о проведении Чемпионата мира по футболу, предоставление гостиничных услуг, я подчеркиваю, что гостиничных услуг, на территории Краснодарского края и тех 11 регионов, где будет проводиться Чемпионат мира по футболу, предоставление этих услуг без наличия свидетельств присвоения категории не допускается. Если отель имеет 5 звезд, турист приезжает и он не видит этих 5 звезд, дай бог, 3. За это кто в ответе? Вы, ваши эксперты? Существует приказ Министерства культуры Российской Федерации 12.15, где есть все критерии для оценки. Значит, критерии есть такие, которые обязательны для средств размещения. Это если 5 звездное средство размещения, это козырек, наличие швейцара, музыкальное вещание в холле. И если эксперт во время проведения оценки этого средства размещения не увидел этого козырька или музыкального вещания, или сауны с мини-отелем и выдал 5 звезд, это вина, конечно же, эксперта. Есть такие критерии, как наличие в номере полотенец для 5 звезд, 4 полотенца, обязательное требование, периодичность их замены, ежедневная смена постельного белья для 5 звезд, халаты, наличие халатов, тапочек. За это несет ответственность собственник или управляющая компания средства размещения. И если поступает в аккредитованную организацию жалоба на это средство размещения, что им оказались некачественные или несоответствующие категории услуги, аккредитованная организация имеет право провести дополнительную оценку и в случае выявления этих несоответствий, подтверждения этой жалобы, имеет право приостановить действие свидетельства. Я уже говорила, что наличие свидетельства обязательно. Значит, если приостанавливается действие свидетельства, то Роспотребнадзор приостанавливает деятельность этой гостиницы в срок до 90 суток. В дальнейшем, после устранения этих несоответствий, эксперты опять выезжают в это средство размещения и устанавливают, если несоответствия устранены, то дается разрешение на оказание гостиничных услуг в дальнейшем. А что делать тогда туристу, который проживает в этой гостинице? Вот пришли, сказали, так, вы не соответствуете, мы вас закрываем на столько-то суток. Турист говорит, а мне куда вообще? Такая проблема существует, но я думаю, что эта проблема должна быть для собственника средства размещения. Он должен думать о том, чтобы оказывать качественную услугу. И что вот такое может случиться, то это реально. Каковы критерии, по которым отелю, гостинице разрешено распахнуть двери для туристов? Насколько я понимаю, они должны быть очень высокими. Распахнуть двери собственник может, имея деньги. Но критерии, конечно, есть. Я не буду останавливаться на соблюдении санитарно-эпидемиологических, противопожарных правил и норм. Это уже как отчинаж. Я уже сказала, что есть обязательная классификация. При открытии гостиницы уже собственник должен подумать об проведении классификации своего отеля. Точно так же есть требования к регистрации проживающих в миграционных службах. И хочу сказать, порядок штрафа за непредоставление данных в миграционную службу намного больше, чем за отсутствие классификации. Мы начали с того, что главная задача – это привлечение туристов. В этой связи как выглядит статистика? Как удается привлекать туристов? И больше ли их стало ехать на Кубань? Ну, статистика вообще – это сложная вещь. Статистика не говорит ни о качестве услуг. В настоящее время Министерство курортов озвучивает, что порядка 16 миллионов… Чем выше качество, тем лучше статистика, я так понимаю. Ну нет, но есть же какой-то предел. Вот насколько человек… Ну что, его достигли предела? Да. Насколько человек рассчитаны наши здравницы. Насколько человек рассчитана инфраструктура вокруг этих здравниц. Насколько человек наши пляжи рассчитаны. Но нельзя же бесконечно уплотнять и уплотнять наши пляжи. В этом году мы собираемся принимать 16 миллионов уже, это поместится? Ну, почти приняли, да, почти приняли. Но пока статистика позволяет нам такое количество. Но это статистических данных о возможности приема отдыхающих таких нет. Я знаю, да, вот пионерские лагеря, да, они работают в две смены в смысле посещения пляжа. Дети не помещаются. Если они утром и вечером хотят посетить пляж, они не помещаются. Поэтому одну группу детей ведут в первой половине дня, а вторую группу во второй. Но это тоже неправильно. Но, тем не менее, огромное количество туристов и статистика, опять же, тому подтверждение, все-таки едут за границу и отдыхают там. И одна из главных причин – это готовность персонала. И то, как он примет туриста, какое внимание он уделит, профессиональное внимание. Что меняется в этом направлении? Как идет работа? Какие требования? Это самый больной вопрос в настоящее время. Кадры решают все. Я думаю, что, может, можно сказать так, что русский человек не привык обслуживать. Вот у нас этого в крови нет. Но заслуга большая, если вот мы возьмем подготовку к чемпионату мира по олимпийским играм в Сочи. Если я у вас бы спросила 10 лет назад, в каком городе существуют гостиничные сети? 4 Рейдисона, 2 Меркюра, Пульман, Свис-Отель, Ризот. Что бы вы сказали? Наверное, Франция или Париж. А это сейчас у нас находится все в Сочи. И поэтому вот эти гостиничные сети, приезжая к нам на работу, они привозят с собой стандарт обслуживания. Этот стандарт находится на высшем уровне. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, что сейчас существует государственная политика по обучению персонала. В 2017 году утвержден федеральный закон о независимой оценке персонала. Теперь с 2020 года любой работодатель должен принимать к себе на работу сотрудников, имеющих этот профессиональный стандарт. В настоящее время уже утверждены все стандарты для гостиничного бизнеса. Это стандарты для горничных, для администраторов, для руководителей, для поваров, для официантов. Все эти госты утверждены Министерством труда. Олимпиады, чемпионаты мира, какие-то фестивали, форумы, это вот, скажем так, разовые мероприятия, крупные, большие, значимые. Но вот они отработали и разъехались. Летний сезон, понятно, но мы часто говорим о переходе на круглогодичный режим работы. Говорим много. А на деле-то как эта ситуация выглядит? Ну, очень нам сложно контактировать с минеральными водами. Да, минеральные воды... Конкурировать. Конкурировать, извините. Минеральные воды с покон веков были круглогодичные. Заполняемость средняя, там, 70-80%. Краснодарский край был всегда курорт Краснодарского края. Черное море. И где-то, может быть, в этом Черное море немножко нам мешает, да, чтобы поменять взгляд. Но, однако, во-первых, сейчас очень много внимания губернатор и министр курортов обращают на именно круглогодичную работу всех санаториев, которые будут обслуживать российского потребителя. Существуют программы «Открытый юг», «Южные здравницы», которые в межсезонье предоставляют более 50%. В этой программе участвуют 30 санаториев. И Геленджика, и Сочи, и Анапы, и даже города Краснодара. Готовясь к нашему разговору, я узнаю вдруг, к стыду, наверное, своему признаюсь, что есть, оказывается, санатории в Краснодарском крае не только прибрежные, а в прибрежных городах традиционные. Ну и в степных районах, скажем, в Гулькевичском, в Каневском, там, в других. А они, чем они привлекают и привлекают ли? Есть у нас такие санатории. Я знакома с санаторием «Привалянские воды». Это возле станицы Привольной, в Каневском районе. Этот санаторий построился на базе источника минеральных вод. Этот источник по составу очень схож с Хадыжинской минеральной иудобромной водой. Но содержание иудоброма там в разы больше. Поэтому внутрь принимать эту воду не рекомендуется. Но в ванной исключительно даже может быть эффект выше, чем в Хадыжинской. Здесь же также в этом санатории принимают и ловые грязи Ейского, Ханского месторождения. Но санаторий на 16 номеров. И в основном, вот когда мы приезжаем раз в год, мы проводим там инспекционный контроль, или сертификацию, или классификацию, мы видим, что порядка 90% номеров, ну это там 14 номеров, они все заняты. Этот санаторий востребован больше нашими селянами, близлежащими территориями. Там Каневская, Брюховецкая, Тимашевский район. Это доступная среда для наших тружеников села. Знаете, в отпуске, будучи на отдыхе, очень люблю хорошо поесть. И вот система все включено, просто по душе пришлась, как и многим российским туристам. И используя вот зарубежный опыт, ваши коллеги используют сейчас все больше здесь, на курортах Краснодарского края, эту систему. Как продвигается эта работа? Я знаю о том, что и за питанием тоже зорко наблюдает ваши эксперты. Что они наблюдают? Значит, ну существует питание трех видов. Это комплексное питание, которое рассчитывается, там, 7-дневное, 10-дневное меню, 14-дневное. Есть питание, шведский стол, вы прекрасно знаете. Есть заказное. Есть в комплексе, допустим, салат, это буфет, это как шведский. И комплексное питание, заказное меню. Но все включено, не подразумевает, это только питание. Во все включено входит комплекс всех услуг. Это и развлечение, и анимация, это и спа-услуги, и услуги на пляже. Поэтому Министерство курортов разработало методические рекомендации по внедрению на предприятиях системы «Все включено». Но я очень много по этой системе изучала материала. И есть такие данные, что отрасль Египта и Болгарии уже забила тревогу, что туристская отрасль умирает. Что получается? У нас все включено, находится где? В средстве размещения. И гость, приезжая на территорию этого муниципалитета, он не выходит за территорию своего там санатория и пансионата. На экскурсии, ради бога. Ну это на экскурсии. А у нас же привыкли, у нас же развито общее питание на набережных, кафе, развлекаловки. Чучело, кукуруза. Да, да. Поэтому сейчас даже ассоциация предпринимателей Турции выступает против оставления вот этой системы «Все включено». Потому что инфраструктура вокруг отелей потихоньку вымирает. Может быть, просто им невыгодно. Наши туристы много едят там. А в гостинице? В гостинице, если они будут много есть, я думаю, это только плюс гостиницы. Но здесь же надо развивать еще и отраслетуристскую вокруг. Потому что мы заплатим за экскурсии в гостинице. И вот этот вот налог, он останется в гостинице, а не пойдет в муниципалитет. Конечно, интересная мысль создать у нас на базе Краснодарского края такие предприятия. Но изучая наши санатории и пансионаты, по санаториям, я думаю, что все включено, невозможно вообще оставить. Потому что питание в санатории должно быть лечебное, развлекательной такой программы не должно быть. Это в основном такие вот звездные, пяти-четырехзвездные отели, которые имеют свою территорию, которые имеют бассейн и пляж свой. Это порядка 20-30 средств размещений, которые полноценно и качественно могут оказать такую услугу. В числе двух главных направлений вы назвали и обеспечение безопасности. Расскажите вот об этой работе, потому что на самом деле она очень важна. Что в этом направлении? Качество неотделимое от безопасности услуг. Качество – это материальная база, а безопасность – это соответствие требованиям нормативной документации. При работах по сертификации в санатории или в гостевом доме эксперты проверяют соответствие оказываемых услуг, если это общественное питание или это гостиничные услуги проживания, соответствие этих услуг нормативным документам. И по результатам, если эти услуги соответствуют, выдается сертификат, что услуги, предоставляемые средством размещения там санаторий «Мотылёк», соответствуют требованиям ГОСТа, ну если это по проживанию, 51-185. В санатории «Мотылёк» кто должен охранять? Бабушка, сидящая там на входе, ЧОП, полиция? Сейчас же во всех средствах размещения, постановлением правительства введены антитеррористические паспорта. Поэтому бабушку уже в санатории «Мотылёк» не допустят. Ну если крепкая такая хорошая была. Нет, там всё прописано вплоть до пути эвакуации, состава, который охраняет это наличие. Всё это будет зависеть от количества номеров, вот эти мероприятия антитеррористические, и суммы, которые вложены в постройку этого средства размещения. Есть четыре категории антитеррористические. Теперь, собственно, о предстоящем чемпионате мира по футболу, о котором вы начинали говорить, будут футболисты, такого уровня футболисты размещаться в гостиницах Краснодарского края. Серьёзно это вообще? Они привыкли к такому уровню? Мы готовы к этому? Ну сказать, что Краснодарский край готов, нельзя, потому что всё планомерно идёт. Значит, у нас до июля месяца ещё есть время. Сейчас идёт косметический ремонт, обучение персонала, обучение волонтёров. Поэтому, я надеюсь, уже к маю месяц все средства размещения будут готовы. Но у нас огромный опыт проведения таких мероприятий в соответствии с проведённой Олимпиадой. У нас лучшие средства размещения. Я думаю, ни один регион, который будет принимать чемпионат мира по футболу, не имеет такого состава, такую инфраструктуру, как у нас имеет Сочи. Поэтому я думаю, что чемпионат мира пройдёт в городе Сочи на высшем уровне. Надеюсь даже на это. С какими проблемами курортная отрасль на сегодняшний день справилась полностью? Мы можем это констатировать. Какие ещё остались на повестке дня? Проблем очень много. Мы тут озвучивали несколько проблем. Это, конечно, круглогодичный отдых. Это проблема обучения персонала. Это привлекательность для инвестора. Это расширение курортных набережных и пляжей, чтобы больше можно принять отдыхающих. Вот с этими проблемами нужно работать. Но эти проблемы возникли не сегодня. Они уже давно. И с ними потихоньку планомерно работают. Потихоньку мы выходим на тот уровень, который нужен. Но главное, я считаю, наше достижение, это то, что курорты Краснодарского края перестали быть второстепенными. Сюда стремятся приехать со всей России. И не только с Россией. У нас много очень иностранных туристов, которые хотят посмотреть олимпийское наследие. Хотят покататься в горах на Красной Поляне. У нас же прекрасный горнолыжный курорт. Я об этом не говорила. Снег, говорят, там выпало уже. Ну да, но я думаю, что еще немножко рано туда ехать, потому что там лавина опасна в настоящее время. Поэтому достижение того уровня, что мы ушли на слуху от второстепенных курортов, это, я думаю, наивысшее достижение наших курортов в настоящее время. Вы сказали о том, что одна из проблем – это привлечь инвестора. Мне думалось, что инвестор-то как раз охотно идет в эту сферу. Это же, скажем, не жилищно-коммунальное хозяйство, где длинные деньги, неизвестно, когда вернутся. Здесь приходи, вкладывай и получай. Или я ошибаюсь? А инвестор идет туда, где развита инфраструктура. Эти места уже все заняты. А для того, чтобы создать эту инфраструктуру, нужно очень много вкладывать. Вот я возьму в горячем ключе новое средство размещения – это Курацеце, база отдыха. У них предусмотрено все – и питание, и бассейн с подогреваемой водой, и охота, и рыбалка. Но это все создавали они сами. И поэтому, когда приезжают и говорят, ой, это же горячие ключи. А почему стоимость в ресторане дороже, чем в Краснодаре? А потому что за все им приходится платить. Даже за доставку этого питания. Мы доселе говорили о Черноморском побережье, коснулись там горячего ключа. А вот Азовское побережье с его спецификой, с его курортной средой, пока остается вне зоны нашего с вами внимания. Ну и такое ощущение, что вообще в зоне пристального внимания. Или там бюджетные, там проще, там дешевле, и там не нужен особый сервис? Или как вот там? Я согласна абсолютно с вами, что Азовское побережье – это Ейский район, Тимрюкский район, тот же Приморско-Ахтарск. Это бюджетное место, где может отдыхать турист и за 100 рублей с человека. И мы уже говорили, когда вводили курортный сбор и хотели везти, начиная от 100 рублей с человека за сутки, мы говорили, а как же те туристы, которые приехали и заплатили за проживание только 100 рублей. Поэтому мы же понимаем, что должен быть отдых и эконом-класса, да? Но опять-таки, даже отдых эконом-класса должен обеспечивать минимальные, да, качества минимальные, которые не претендуют, допустим, гостиница как без звезд. И безопасность – это тоже однозначно. Сами-то вы где предпочитаете отдыхать? Я очень много езжу по нашему краю, я любуюсь им. Мне доставляет удовольствие смотреть на наши красоты, на наши бескрайние поля, на наши леса и на наши горы. И, конечно же, синее наше Черное море. Но если так точечно взять, то я люблю Утриш в Анапе и люблю Джанхот в Геленджике. Я очень люблю сосновые леса и можжевеловые рощи. Конечно, мне, если культурно отдыхать, мне нравится очень Санкт-Петербург. А мечта у меня – посетить Байкал. Спасибо большое, Ирина Алексеевна, за это интервью. Я напомню телезрителям о том, что сегодня моей приятной собеседницей была Ирина Алексеевна Пожидаева, генеральный директор непубличного акционерного общества «Курорт Экспертиза». Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok